МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работой занимаются коммунальщики. Геннадий Шитиков вместе с напарником чистят от снега автобусную остановку. Работа нелегкая, но благодарная. А главное орудие – это лопата. Она должна быть достаточно острой, чтобы ломать и соскребать прилипший снег. В этом году не было таких обильных осадков, как прошлой зимой. Зато январская погода была сыровая, и февраль месяц не весенний, говорит Геннадий, у которого за плечами 10 лет опыта в коммунальной сфере, в частности, уборке снега. Ежесуточный выход у снегоуборочной техники составляет от 84 до 90 единиц. Выход дорожных рабочих составляет от 48 до 50 человек. В рамках принятия дополнительных мер по обеспечению нормативного состояния уличных дорог подрядные организации переведены на усиленный режим работы, круглосуточный и без выхода. Для беспрепятственной работы техники жильцы также должны создавать все условия. Своевременная уборка и вывоз снега решают не только эстетическую проблему, но и позволяют безопасно перемещаться пешеходам. Однако есть и нерадивые жильцы частных домов, которые сами себе плюют в колодец. Здесь подготовка и за нами идет уже уборочная техника. Мы срываем, подготавливаем. В частности, от участка работы и улиц. Вот тут много снега, народу много требуется, иначе не успеем убрать. С приближением весны работа у коммунальных служб постепенно набирает темп. Но, по словам работников по уборке снега, это еще цветочки. Сложности начнутся потом, когда нагрянет сильный ветер, а перепады температур начнут превращать снег в твердые, еще хуже подающиеся уборки массы льда. Потому для смягчения последствий в Якутске объявили трехмесячник по усиленной уборке и вывозу снега с улиц и дворовых территорий. Каждую весну мы наблюдаем такую картину, что частный сектор со своей территории вывозит снег именно на проезжей части, то есть внутриквартальные проезды. Из-за этого снег тает, то есть когда они не вывозят самостоятельно, снег тает и происходит подтопление придомовой территории и дорог в целом. В целом на текущий момент силами управляющих компаний с придомовых территорий убрано и вывезено около 20 тысяч кубических метров снега. Специалисты же готовы к любым погодным условиям. У нас за сутки 30 машин ходит. Полторы, две с половиной тысячи завозится в сутки снега нашими машинами. Пока все возят нормально, без всяких. Ни больше, ни меньше. Все вывозятся как положено. Если коммунальные работники убирают самые часто посещаемые места в виде автобусных остановок и главных дорог, то дворовыми территориями занимаются обычные, но не менее ответственные дворники. Так незаметный, но вместе с этим незаменимый труженик, стоящий на страже чистоты в круглосуточном режиме, дворник Евгений Дяконов, следит за чистотой двора жилого дома порядка 10 лет. Долгое время он работал врачом-рентгенологом. Затем, когда вышел на пенсию, стал дворником. Решил выбрать физический труд и не пожалел. Понравилось мне на свежем воздухе, потому что как-то в движении. Я вот люблю вот этот, дорогой. Не люблю сидеть в теплых помещениях, без движения. Как-то мне понравилось. Физическая потребность такая была. Я согласен. Изо дня в день, из года в год Евгений поддерживает чистоту придомовых территорий, подъездных дорожек и тротуаров. Бывают случаи, когда приходится выходить за рамки обычного рабочего дня, ориентируясь на погодные условия. Например, я с вечера вижу, снег идет. Всю ночь, наверное, будет идти. Я встаю пораньше, могу в 4 утра встать, в 5, чтобы люди не затоптали. Удобнее было подметать этот. А если нет, то чуть попозже можно, когда снегу нет. А так официально мы с 8 работаем. И до 3, до 4, вот этот рабочий день. Жильцы домов знают своего героя в лицо. Здороваются, улыбаются и хвалят. Довольно, конечно, очень довольны. Молодцы, хорошо работаете. Его коллеги отмечают, что на таких, как Евгений Дьяконов, можно положиться в любую погоду. Порядок и чистота во дворе гарантированы. По итогам внутреннего конкурса управляющей компании он был награжден званием «Лучший сотрудник 2023 года». Очень ответственный, добросовестный. Качество выполняет работу. На всякие, когда бы я ему не позвонила, он бежит в любой момент, в любое время. Он чистит, участки у него чистые. Очень ответственный человек. Борьба со снегом и льдом в таком регионе, как Якутия, требует особой концентрации и усилий. Раньше дворники работали по системе аутсорсинга. То есть дворники были приходящими из других организаций. Однако это оказалось неэффективным. Поэтому окружной администрации столицы было принято решение ввести муниципальных дворников в штат управ. Теперь сами округи принимают дворников на работу. Если раньше у нас дворники получали примерно 13-15 тысяч, сейчас они получают заработную плату не ниже уровня МРОТ. Дворники у нас также обеспечены полным соцпакетом. То есть они могут уйти на больничный, у них есть отпуска, также есть ежеквартальные премии. И с конца прошлого года мы ввели практику, что у них появился бесплатный проезд на наши маршрутные автобусы. Активная уборка снега также продолжается в районах республики, в том числе Мирном и Олегминске. Так, этой зимой в Мирном коммунальщики вывезли более 8 тысяч тонн снега. Ежедневно на городских дорогах и тротуарах столицы Алмазного края работают несколько десяток единиц техники и дорожных рабочих. Каждую неделю вывозится более 800 тонн снега в полигоны. На сегодняшний день у нас порядка 13 единиц техники. А именно, то есть, ну, перечислять, я думаю, не стоит. То есть техники хватает, да, она старая, мы ее постоянно, ну, не старая, то есть, так скажем, постоянно модернизируем, техника ломается, она постоянно у нас на дорогах, с разными перепадами температур со всеми. Техники у нас хватает, дорожных рабочих тоже у нас хватает. Дорожный состав у нас порядка 8 человек, именно дорожные рабочие, да, которые занимаются непосредственно осуществлением расстановки знаков, да, по улицам, да, по проезду машин, чтобы не мешали беспрепятственно у нас могла техника наша работать, то есть осуществлять зачистку улиц. По городу ведется очистка пешеходных переходов, подходов к объектам социальной сферы, парков и скверов. Применяется как механизированная уборка снега, так и ручная. Самое главное, что постоянно и вовремя, всегда чистить и дороги, и тротуары. Нет людей, не хватает техники, не хватает организации, так нормально стараются, как могут, так стараются. Тем временем в Олегминске недавно прошедшие обильные снежные осадки затрудняют путь и пешеходам, и водителям. Опять же, один грейдер работает на зимнике, второй не успевает убрать все улицы. Тем не менее, работы продолжаются. По дорогам у нас проведено грейдирование заезда на конечку пятого маршрута ДП, грейдирование улиц Мериораторов, Портовской дороги. Дальше в планах у нас работы грейдером и погрузчиком на новостройках и микрорайон Попровские поля, первая и вторая очередь. Далее мы продолжим работы по городу. Дойдет очередь и до Мариинского сквера, заявил директор муниципального автономного учреждения службы эксплуатации городского хозяйства. Хотя и на заснеженной территории с удовольствием играют ребятишки. Здесь было какое-то некрасивое место раньше, сейчас уже можно выйти погулять с ребенком и поразвлекать его, провести там время на свежем воздухе. Поэтому я считаю, что классно, что здесь такое придумали. Темпы очистки снега не увеличиваются в связи с тем, что автопарк алюкменских коммунальщиков располагает лишь одним грейдером. Тем не менее, заверяют, снег будет убран. Мы работаем на уборке дорог. Следующий метод. Мы убираем от края проезжей части в центр снег. Далее погрузчик формирует куча, после чего происходит погрузка в самосвал и вывозка на полигон. Таким образом мы расширяем проезжую часть и оставляем место для движения пешеходов. Пешеходы считают, что все не так уж и плохо. Работы идут, хоть и не столь быстро, но дороги становятся ровнее и чище. Пешком хожу, по городу. А тут до аэропорта далеко, поэтому автобусы. Как дорога, на ваш взгляд? Дорога ничего, нормально. Не мешают вот эти вот кучи? Ну, когда они после уборки нормально становятся, а когда это работает, конечно. В этом году кратно увеличено финансирование управ округов и пригородных администраций на уборки и вывоз снега, а также на откачку талых вод. Севраля будет увеличена площадь уборки в Якутске. Всего 123 улицы. Вместе с этим в округах активно задействуют подрядные организации со своей техникой и работниками. В течение трехмесячника санитарной очистки будут проводиться регулярные контрольные рейды по мониторингу уборки и вывоза снега. Таким образом, якутские коммунальщики будут готовы к предстоящей весне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!